Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю долгожданное видео о рождественских фильмах, это одно из самых запрашиваемых видео, мне кажется. Также пару слов скажу про книги, про музыку и предупреждаю, что будут спойлеры, но вы просили снять прям видео, я же не могу просто список зачитать, так что немного разберем сюжеты и поговорим про образы героев, конечно. Конечно. Мой любимый рождественский фильм это «Не спящие в Сиэтле». Мне безумно нравятся все образы Мэк Райан в этом фильме, ее блейзеры расслабленного кроя, оверсайз, тренч ее, все, что сейчас актуально. Я бы весь гардероб ее из-за этого фильма забрала. И особенно я люблю ее бархатное платье в начале фильма на рождественском обеде. В нем ничего трендового нет, но именно такие характерные вещи, я обожаю включать в свой гардероб, и это платье настолько женственное, что будет актуально всегда, мне кажется. И вообще, конечно, весь образ Мэк Райан в этом фильме невероятно женственный. Все ее жесты, то, как у нее лежат волосы, ее макияж, все в Мэк Райан вызывает у меня желание обнять ее или положить ей голову на колени, потому что она выглядит как такое воплощение нежности. И в то же время она прям стильная, у нее очень классные деловые аутфиты. Стилистам нужно было создать образ и современной женщины, которая строит карьеру, ведет социально активный образ жизни. И в то же время подчеркнуть, что ее образ должен нам говорить, что она станет идеальной мамой для Джоны. И посмотрите, как она сидит в этой сцене, как лежат ее волосы. Это же просто Бонадея, только в байковой пижаме. И мне нравятся практически все кадры фильма. Я считаю, что он отлично снят, он очень красивый. Городам отведены отдельные роли, они идеальных исполняют. Поэтому фильм и кажется таким уютным. Классно показаны улицы Сиэтла, Балтимора, кафе, в которых сидят герои, набережная в Балтиморе рядом с домом героини Мэк Райан. Что касается сюжета, внимание, начинаются спойлеры. Это фильм про выбор между синицей в руке и журавлем в небе. Честный выбор, который нам периодически предлагается, но с риском, что мы не получим того, зачем погонимся. Однако догнав журавля, мы получаем совершенно новый уровень качества жизни, уходим от обыденности. Так что я считаю, этот фильм современной сказкой, а сказки учат нас базовым сценарием вселенной. То есть направо пойдешь, выйдешь замуж за нелюбимого, но стабильного парня, налево пойдешь, рискнешь всем, но найдешь свою любовь. Выбор между жизнью сердца и жизнью страха и желанием вписаться в социум – это экзамен, который мы не раз даем на протяжении жизни. Поэтому нам важно помнить, как обычно развивается сценарий этого экзамена. И первым шагом Эйни в новую жизнь становится письмо, которое она пишет Сэму. Мне нравится, как в фильме показано, что Эйни очень рефлексует, когда пытается раздобыть адрес Сэма и пишет это письмо. Напоминает мне меня перед тем, как я выложила свое первое видео. Потом она отправляется в Сиэтл, и в этом я вижу ее вообще инициацию. Это серьезный такой шаг героини в новое, в неизвестное, которое она делает из сердца, и которое ее друзья, родственники посчитали бы безумным. Эйни и сама считает его безумным, но совершить не может. Это тот случай, когда не сделать кажется еще страшнее, чем сделать. Но эта ее поездка ни к чему не ведет, потому что Эйни летит в Сиэтл, не расставшись со своим женихом. Она не отказалась от старого, соответственно, нет места для того, чтобы образовалось что-то новое. И только когда она решается разрушить старое, без каких-либо гарантий на новое, просто потому что она в какой-то момент четко понимает, что ее помолвка – это уже мертвая, она не хочет этого. Поэтому признается жениху в своей мечте, какой бы дикой она ни казалась. Только тогда на обломках старого ей открывается новое. Она видит знак, и она решается последовать за ним, решается на последний шаг к мечте. И согласно базовым сценариям вселенной, я подозреваю, что если бы Эйни не разорвала помолвку из страха остаться одной, из страха осуждения обществом и так далее, то есть согласилась бы на то, что в глубине своей души уже считает отжившим, то, скорее всего, ее брак очень быстро разрушился бы, ну или был таким, знаете, фиктивным. Но Эйни прошла экзамен, она решила испогнаться за журавлем, поэтому этот фильм «Так, кстати, перед Рождеством» – это вообще достаточно распространенная тема для рождественских фильмов. Фильмы эти нам напоминают, что журавли существуют, и неплохо было бы нам нацелиться на одного из них. И второй мой любимый рождественский фильм, который я начинаю, на самом деле, присматривать еще в сентябре – это «Сюрприз-сюрприз, вам письмо». Это один из самых стильных фильмов, которые я видела в своей жизни. В нем каждый кадр стильный, и это одно из произведений, которые я в детстве полюбила, и которое сформировало мой вкус к жизни, какие-то мои привычки. Я часто говорю о том, что мне нравится быть на одной волне с городом, в котором я нахожусь. Вот я аутфиты подбираю под город. И вот герои фильма находятся 100% на одной волне с «Вестсайдом», и сам этот район, опять же, играет отдельную роль. И это моя любимая роль в этом фильме. И у «Старбакса» тоже отдельная роль в фильме. Я мечтала в детстве ходить в «Старбаксы». И когда он появился в Москве, я чуть с ума не сошла от радости. У меня был период в жизни в стиле «Фильма вам письмо», когда я проходила летнюю практику в МИДе. Я начинала работать в 9, приезжала на Арбат к 8, шла в «Старбакс», начинала там день, и потом уже шла с этим стаканчиком по утренней Москве летний в МИД. Это было очень стильное время в моей жизни. Я прям проживала кайф завтрака в городе, и потом поход пешком на работу. Вот возвращаемся к фильму «Вам письмо». Что касается стиля героев. Начинается фильм с моего любимого времени года, с осени. Я считаю, что это самое стильное время года, период «Back to school». И вот этот весь период отражается в образах Кейтлин. В первой сцене Кейтлин одета в достаточно таком классическом препи-стиле, и она в этом стиле будет ходить большую часть фильма. И хотя образ героини совсем не образ фашиниста, в нем есть все, что мы сейчас любим. Это и вязаные жилетки, и Оксфорды, и оверсайз кардиганы со спущенным плечом, трикотаж в рубчик, водолазки. Но все эти вещи носятся и Кейтлин, и другими героями, достаточно естественно, повседневно, не как элементы какого-то модного образа. И этому можно у них поучиться. Пару слов скажу про сюжет. В фильме «Вам письмо» мы опять наблюдаем базовый сценарий развития событий, один из базовых жизненных экзаменов. «Дукунт валентам фата, нолентам траунд». «Желающего судьба ведет, нежелающего тащит». Ребята, свершилось. Я изучала латынь в универе, наконец-то мне подвернулся случай вернуть цитату. Хоть одну куда-нибудь. В общем, если мы не идем в новое, когда нам уже пора, в новое нас может макнуть жизнь. Иногда у нас отнимает что-то ценное, что-то, что мы слишком долго не решаемся отпустить сами, из-за чего не можем открыться своему будущему. И когда как раз проходит Рождество в этом фильме, такой своеобразный клаймакс агонии Кейтлин, которая боролась за свой магазин и проиграла, она отпускает, наконец, прошлое, решает закрыть магазин и расстается со своим женихом. Потом сюрприз-сюрприз, наступает весна, старая разрушена, настало время для того, чтобы его на обломках расцвело новое. И Кейтлин, которая прошла трансформацию, уже по-другому видит и Джо Фокса, начинает с ним дружить. И в фильме прям есть сцена, в которой Кейтлин говорит Джо, что «Как забавно складывается жизнь! Если бы вы меня не разорили, и мне не пришлось бы закрыть магазин, я бы не открыла в себе талант писателя и не начала бы писать». И обращаю внимание, что с весной меняется и гардероб Кейтлин, как раз она оставляет свой припистили, она же больше не владелец книжного магазина. Так что да, вот два фильма про надежду, трансформацию, прирождение, друзья мои. Вообще, конечно, достаточно очевидные вещи. Я тут три минуты рассказываю, как строится сюжет обучающей сказки, но всегда приятно поговорить об этих фильмах. «Семьянин» — третий любимый рождественский фильм. Хотя вообще, честно говоря, мне кажется, он делит первое место с неспящими в Сиэтле. Это наш семейный фильм с мужем. Мы его смотрим торжественно каждое Рождество, оба его обожаем. И это тот фильм, про который наши дети будут рассказывать своим друзьям, говорить, что это любимый фильм наших родителей, который мы неизменно смотрим во время festive season. Самый теплый, трогательный фильм с очень важным месседжем. Бывает, что такие прозрения, как получил главный герой, человек получает только перед самой смертью, когда уже ничего нельзя изменить. Здесь мы видим прям рождественское чудо. У героя есть еще время, чтобы понять, что для него настоящее. Но особенно важным для меня этот фильм стал из-за того, как показан брак главных героев, я имею в виду в своей сути, в своей основе. Это то, как я себе в детстве представляла себе свой брак. И именно такие отношения были у моих родителей, которые всегда оставались влюбленными друг в друга. И на самом деле я в героях фильма вижу очень многое из того, что есть и в нас с Никитой. В общем, это как небольшое такое зеркало для нас. Самое главное, чему меня научил семьянин, я сразу стараюсь отслеживать свои жизни, если вдруг подсаживаюсь на суррогат, и сразу развернуться снова в настоящее. Давайте перейдем к фильму «Идеальное убийство». Не самый рождественский фильм, вообще не рождественский фильм, там не слово про Рождество, но это такой, знаете, стильный осенне-зимний триллер. Я знаю, многие пересматривают его на праздники, и я обожаю пересматривать его на праздники осенью вообще. Я считаю, что этот фильм можно смотреть вдогонку от видео и статьям на тему, как сделать образ дороже, как сделать образ элегантней, потому что Гвинет Пелтро в нем служит идеальным примером шикарной женщины, привыкшей к самому лучшему с детства. И этот фильм относится к так называемым стильным триллерам. Все три героя в начале, сексуальный, стильный, яркий гардероб, многое нам рассказывает. У героини Гвинет Пелтро достаточно базовые вещи, белоснежные классические рубашки, черное классическое пальто, прямые юбки, трикотаж в рубчик, ничего вычурного, кроме, может, часов от Карте и Келли. Хотя эти вещи не назовешь вычурными, они просто очень-очень дорогие. И, по-моему, это единственные вещи в фильме, по которым можно сразу определить бренд. В остальном, мы не видим никаких лейблов, мы просто знаем, что кашемир Эмили это лучший кашемир, который можно купить. При этом она ездит на метро, хотя, конечно, это можно списать на конспирацию, но смотрится Эмили очень эффектно. Девушка, привыкшая к роскоши с детства, выбирает удобный способ передвижения и не теряет ни капли своего шика и достоинства в вагоне метро. Ее муж всегда одет в темные, такие строгие костюмы, которые идеально на нем сидят. Сам Майкл Дуглас комментирует, что его костюмы сидят на его герое идеально аэродинамически. Это его выбор слов. И Стивен выглядит как акула, которая своим появлением разрезает пространство. Что касается любовника Эмили, сначала мы видим сексуального художника, но по мере того, как вскрывается истинное лицо героя, меняются и его образы, и на встречу со Стивеном он приходит в поношенном шекете, и ничего сексуального в его образе уже нет, на мой взгляд. В интересную историю Эмили себя завела. У нее, конечно, трансформация получилась не детская, но, как мы видим, героиня успешно ее прошла, оставаясь с собой. И в фильме есть несколько сцен, в которых прям демонстрируется, что именно бэкграунд героини, почти все сцены, по-моему, про это на самом деле, с Гвинет Полтроу, что именно бэкграунд героини, ее вот это внутреннее достоинство, и что очень важно, ее сильный внутренний мужчина помогли ей сплавировать вот в этой обострившейся ситуации. К внутреннему мужчине, правда, есть вопросы, так как два ее настоящих мужчины готовы причинить ей такой нехилый вред, а наши внешние конфликты это отражение наших внутренних. Но Эмили хватило кармы на такую проработку почему-то, достаточно жесткую. Обалденный фильм. Смотрим, вдохновляемся, Гвинет Полтроу. Не раз уже упоминала его в видео. На самом деле, вот она для меня как икона стиля, если честно, образ именно героини Гвинет Полтроу в этом фильме. Ноэль, обалденнейший рождественский фильм, не самый почему-то популярный, состав там невероятный, там и моя любимая Пенелопа Круз, и Пол Уокер, и Робин Уильямс, и для меня этот фильм очень интимный. Ты будто смотришь не фильм, а семейный архив героев. И истории героев крайне трогательны. Фильм грустный, такой меланхоличный, и именно этим он напоминает реальную жизнь. Там нет каких-то невероятных драм. На самом деле, там есть невероятные драмы, но вот они как-то так показаны, как будто это вот рядом с тобой происходит. В общем, он не испортит вам настроение, он поднимет вам настроение, потому что все рождественские фильмы, они же немножко такие грустные, они нам заставляют задуматься о смысле жизни и так далее. И ситуации там как раз те, которые обостряются на празднике. Есть и элемент чуда, причем достаточно ненавязчивый, ты не сразу понимаешь, что это оно. И есть там еще элемент, про который ты думаешь, что это же чудо, а это нет. Ну ладно, я сказала, что будут спойлеры. Что касается стиля, опять наши любимые нулевые. Я бы даже сказала, немножко с уклоном в 90-е, хотя, по-моему, фильм 2004 года. И вот, например, Пенелопа Круз там одевается так, как я думала, я буду одеваться, когда вырасту, в детстве, я имею в виду. И героиня Сьюзен Саренден, по-моему, Саренден, она произносится, в общем, она одевается точь-в-точь, как одевалась моя мама, когда я была маленькая. Поэтому я смотрю, и вот, опять же, повторюсь, мне кажется, что все такие родные. И у Пенелопа Круз там еще потрясающая Панама, обратите внимание, и черное пальто классическое. Мультик Клаус. Недавно он, по-моему, вышел, ну, как недавно, там лет пять, может быть, назад. Тоже не самый популярный мультик, но добрейший. Я не знаю, что в нем такого, но я каждый год прям с трепетом жду, когда буду его пересматривать. Очень светлый. Искренне рекомендую посмотреть его всей семьей. И из классики «Я очень люблю Иронию Судьбы», каким бы грустным он не был, он очень грустный, «Чародеи» и «Встреть меня в Сент-Луисе». Естественно, «Один дома» и «Крепкий орешек». «Крепкий орешек» Посмотрим сегодня. Уже пора, я считаю. Я там, Никита, сидит. Семейное видео. Так нельзя, наверное, говорить, да? И перед тем, как мы перейдем к книгам, расскажу про саундтрек моего Рождества лет 20 назад, чуть меньше, мама подарила мне диск, который называется «Christmas for Lovers». И этот альбом был у меня на всех Nokia, iPod, iPhone, на диске, как я сказала сначала, был. Это самый красивый рождественский альбом. Он не веселый, он романтичный и немного такой меланхоличный. Но красивее рождественской песни, чем «What are you doing New Year's Eve» в исполнении Эллы Фиджеральд, я не знаю. В том, что касается рождественских книг, я достаточно консервативна. Рождественская песня в прозе, обязательно. «Алиса в стране чудес» параглав, перечитать «Щелкунчика» тоже обязательно. И еще очень люблю вот эту книгу, которая называется «Рождество и Новый год в России». Очень рекомендую ее прочитать, чтобы вспомнить, как у нас вообще все начиналось. Я ее видела на Озоне, но вообще эта книга продается в сувернирной лавке перед Кремлевским музеем. Если я найду, где можно купить ее онлайн, я оставлю ссылку в инфобоксе. Если нет, то вот вам повод прогуляться по предновогодней Москве, если вы живете в Москве. Детская книга, которую я искренне советую прочитать и которую я молюсь, что когда-нибудь захочет прочитать моя дочь, это книга Астрид Лингрен называется «Брит Мария, изливая душу». Ее, к сожалению, нельзя сейчас купить в печатном издании, можно только скачать в электронном виде, но она стоит того, чтобы ее прочитать. Повествование ведется от имени 15-летней девочки, которая живет в 40-е годы в маленьком шведском городке. И книга прям пронизана теплом и семейными традициями. Она не грустная совершенно. Главу про Рождество я каждый раз жду, когда перечитываю ее примерно как само Рождество. И у Астрид Лингрен есть еще летняя книга. Вот «Брит Мария» это зимняя книга, там с осени по весну происходят события. А в «Черстин и я» летние книги происходят как раз на протяжении лета. Тоже потрясающе. Вот «Черстин и я» я перечитываю где-то в мае. Периодически еще. На этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я бы, мне кажется, не стала снимать целое длинное видео про рождественские фильмы, но, как я сказала, мне так много писали комментариев с просьбой снять его, что я вот решила разойтись и прям разобрать еще все сюжеты. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok